Уже само название Евгения Онегин стало своего рода вызовом. Ранее никто в русской литературе не называл произведение только именем и фамилией персонажа. Да и сама идея написания романа в стихах была для того времени смелым шагом. В итоге первое издание, которое вышло пятитысячным тиражом, разобрали уже через неделю. Но Онегин стал настоящей сенсацией еще до полной публикации всего текста. Пушкин работал над ним почти восемь лет. Все это время роман выходил отдельными главами, которые люди ждали с нетерпением, а потом цитировали наизусть каждую новую строчку. Слова «Мой дядя самых честных правил» стали своеобразным культурным кодом эпохи. «Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. О боже мой, какая скука. С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь». Вообще весь роман – это не просто собрание пестрых глав, а целый букет авторских сюрпризов. Так в Онегине отсутствует традиционное начало. Повествование начинается сразу с мыслей едущего в деревню Евгения. И только гораздо позднее мы узнаем о том, что он сам из себя представляет. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий, сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель, где некогда гулял и я, но вреден север для меня. Еще один сюрприз романа – основной сюжет Евгения Онегина. Это вовсе не зеркальная история о несчастной любви. Виссарион Белинский не зря назвал роман энциклопедией русской жизни. История о любовных муках сначала Татьяны, потом Евгению, нужна была Пушкину для раскрытия разнообразных тем. В этом романе есть все – меню, одежда, повседневный распорядок столичного дворянина и деревенского помещика. И все расписано детально и метко. Евгений Онегин – это итог внимательного авторского наблюдения за окружающей его жизнью. Но в них не видно перемены, все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены все тот же тюлевый чипец. Все белится лукерья Львовна, все тоже лжет любовь Петровна. Иван Петрович также глуп, Семен Петрович также скуп. У Пелагея Николаевны все тот же друг мсье Финмуш, и тот же шпиц, и тот же муж. Есть и своя интрига в прототипах главных героев. По самой распространенной версии, в Евгении Онегине выведен друг Пушкина – Петр Чаодаев. Прямое указание на это есть в первой главе. Однако, по мнению пушкиноведов, Евгений – персонаж выдуманный. Более того, похоже, что сам автор относился к нему без особого пиетета. Дело в том, что имя Евгений для читателя 19 века имело определенную смысловую нагрузку. В русской литературе им называли отрицательных персонажей. А вот с чистой и благородной Татьяной все гораздо сложнее. Есть, как писал сам Пушкин у Татьяны, к слову, в самых ранних черновиках ее звали Натальей. Десять женских прототипов и один мужской. Мужской – это сам Александр Сергеевич. И они действительно похожи. У Татьяны есть талант, литературный дар. Достаточно прочесть ее письмо Онегину. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю ваши воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Татьяна, как и Пушкин, суеверна и верит в предание старины. Для нее огромное значение имеет любовь. Но чувство чести и долга она ставит выше. И на этот факт не посигнули даже авторы самой смелой экранизации Евгения Онегина. Английские кинематографисты, снявшие пушкинский роман в прозе. Я тебя люблю. Но я принадлежу другому, и теперь надежды нет. Но главная загадка романа – его финал. Изначально Онегин заканчивался десятой главой, но впоследствии Пушкин переработал его структуру, соединив девятую и восьмой главы. Все восемь окончательных глав были опубликованы, а вот десятую Александр Сергеевич сжег. Причина стала ясна позднее. В бумагах поэта был обнаружен зашифрованный текст начальных четверостийшей главы. Ключ к шифру удалось найти, и в итоге выяснилось, что там говорилось о восстании декабристов. Учитывая, что муж Татьяны Лариной был генералом 1812 года, то можно предположить, что он мог бы стать участником восстания, а она, как человек долга, наверняка бы поехала за ним в Сибирь. И это окончательно бы вывело ее на первый план. Так мог бы закончиться этот гениальный роман. Но Александр Сергеевич Пушкин предпочел оставить главную тайну Евгения Онегина при себе. Субтитры создавал DimaTorzok